Универсальный зал спорткомплекса БФСО «Динамо» принимал традиционный открытый чемпионат города и первенство школы по художественной гимнастике «Новогодняя сказка». Организаторами турнира выступили Брестская и Дюшер «Динамо» вместе с областным и городским исполкомами. Это соревнование организовано для маленьких детей, потому что у нас очень много детей, которые в принципе еще не выступают, и это их первый старт, на котором они могут себя проявить и себя зарекомендовать в дальнейшем в команду от города Бреста. У нас очень тяжелый вид спорта. Мы вообще начинаем с маленьких деток, это 5-6 лет, и мы не можем гарантировать, что этот ребенок будет в дальнейшем заниматься. Мы, конечно, делаем какие-то выборы, мы кого-то отбираем и надеемся, что этот ребенок будет продолжать в дальнейшем себя развивать в художественной гимнастике. 70 юных граций из Бреста и Барановичей соревновались в упражнениях с мячом, обручем, скакалкой и лентами в личном зачете. Подготовка спортивного резерва – задача важная, и нынешний турнир – для одних первые соревнования, в едва начавшейся спортивной карьере, для других – путь к более серьезным состязаниям. Перед выходом было, конечно, волнительно, потому что все-таки страшно выступать. Ты же не знаешь, как у тебя будет на ковре, выступишь хорошо или плохо. За мяч я выступила хорошо, но за урочи не очень. Пока представительницы одного из самых элегантных и пластичных видов спорта боролись за право взойти на пьедестал, в зале дзюдо Брестка и Дюшорбов и Саудинамо кипели борцовские страсти в рамках открытого чемпионата города и первенства школы. Я занимаюсь уже очень много времени, и на этих соревнованиях было трудно, но я справился и победил. Тренер говорил, чтобы победил, держал крепкие захваты, ну, как бы все такое. Спирники попались неплохие, опытные, но получилось победить все-таки. В соревнованиях приняли участие 70 юных борцов, учащихся отделения дзюдо из Бреста и Барановичи. Ребята боролись в двух возрастных и девятнадцати весовых категориях. Испытать весь арсенал приемов удавалось не каждому дзюдоисту. Некоторые схватки заканчивались после первого же броска или захвата. Несмотря на молодой возраст, среди участников как новички, так и ребята – призеры республиканских и международных соревнований. Если с точки зрения большого спорта, то, конечно, он всегда начинается с таких маленьких школьных соревнований. Поэтому дети, которые только начинают свой путь в спорте, для них это начало. И как бы хотелось, чтобы это был успешный старт. Для тех детей, которые уже 2-3 года уже ходят, тренируются, для них это очередной этап перед какими-то более крупными соревнованиями. Перед первенством города, перед первенством области. Ирина Альшева, Андрей Черба, Антон Луговкин, телекомпания БУК-ТВ. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова